Владимир Георгиевич, будьте добры, расскажите о том, как Вы себе представляете путь дальнейшего развития Вашего ансамбля. Ну, наверное, все-таки о дальнейшем еще говорить, может быть, пока не стоит. Просто давайте подведем маленькие итоги, потому что в этом году нашему ансамблю исполнится 10 лет. Если Вы помните, мы начали с народной песни, с гражданской песни и где-то политической песни. Это у нас три краслини, которые параллельно идут в репертуаре нашего ансамбля. Наверное, в таком плане мы будем развиваться и в дальнейшем работать над программой. В последнее время, конечно, у нас появилась тенденция к усложнению программ, ну, где-то профессионализму большему. И вот в течение четырех или пяти лет у нас где-то мы поставили на вторая или третья опера, ну, в одном отделении. Это было написано мной, первая была песня Доля. Написано Игорем Лученком, Гусляр. Мы, наверное, здесь покажем у Вас несколько спектаклей. И сейчас мы работаем над третьим спектаклем, как раз с десятилетия. А конкретно я не могу сказать, конечно, в каком плане мы развиваться. Вот так мы будем петь народные песни, гражданские, политические песни. И, наверное, все-таки работа над оперой тоже представляет какие-то интересы для слушателей и для Вас? Ну, конечно. Вы знаете, мы же не случайно взяли и в основу всегда нашей концертной программы сольной. В первой отделении у нас лишь, конечно, спектакль. Это, во-первых, возросли, конечно, требования и публики, и те-то наши. Пусть и добра, скажите еще, пожалуйста, о том, как Вы работаете над программой. Я читала Вашу статью в советской культуре в прошлом году, летом, вот когда эта дискуссия вся была о вокально-инструментальных ансамблях. И Вы там говорили о том, что молодежь наша, о ее любви к вокально-инструментальному ансамблю и как важно развитие вкуса молодого слушателя. Вот Вы же всегда думаете, я надеюсь, в этом направлении, и думаете о том, как помочь, чтобы этот вкус у молодых наших слушателей развивался. И такой жанр, как вокально-инструментальный ансамбль, по-моему, здесь должен огромную роль сыграть, потому что это самая массовая музыка сейчас у нас. Ну, наверное, все-таки это два вопроса. Это о вкусе и в то же время, как мы работаем на репертуарах. Ну, Вы знаете, что все-таки в программе у нас состоится в первую очередь, конечно, народная песня. Но для того, чтобы включить песню в наш репертуар, и чтобы она стала какой-то основой у нас, и которая была не просто случайной песней, конечно, очень много вкладываем. И где-то 50% песен, над которыми мы работаем, они у нас отходятся с репертуара, потому что где-то мы недовольны. И очень много, конечно, здесь говорит и слушатель. То есть песня может не пойти, и она у нас снимается, и мы стараемся через какой-то период опять показать публике, может быть, где-то какие-то недоработки у нас есть. Это в таком плане. Ну, о вкусах Вы знаете, что, конечно, в первую очередь я собирал ансамбль из любителей народной песни. И где-то ребята заражены этой идеей. В первую очередь, конечно, ну, это целая проблема, говорить о вкусах, понимаете, и сегодняшний день, понимаете. Ну, вот мне кажется, вот именно в Вашем ансамбле, что Вы стремитесь не только развлекать, а еще и заставить думать. Думать о каких-то очень важных проблемах. Вот в этом, наверное, направлении тоже Вы работаете. Вот это мне казалось очень важным у Вас. Ну, знаете, потому может быть, серьезность репертуара нашего все-таки. Потому что у нас очень много и баллад, и народных баллад, и где-то последние спектакли наши. Еще можно задать Вам такой вопрос, конкретный, может быть, очень, но, с другой стороны, очень интересный. Как Вы работаете над песней? Как Вы находите свою песню? Ну, во-первых, песня вначале показывает всему коллективу. Каждый скажет свое мнение о этой песне, и только тогда начинается работа, свои претензии. Может быть, где-то претензии к автору, где-то могут быть претензии к автору слов. И только после этого начинается работа над песней. В каком жанре именно должна разрешиться эта песня? Как последняя работа, например, последняя наша песня, мы считаем, из удачи нашей работы, это «Каждый четвертый». Мы работали над ней, наверное, в течение года. Она была вначале инструментована. И все-таки мы решили, вот после года мы решили, что песня никак не доходит до слушателей. Ни в коем случае. И где-то мы решили ее петь, а капелла, и песня совсем видоизменилась, и она где-то уже по-другому совсем, мы чувствуем реакцию. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Чем сейчас занимается ансамбль? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Шли вспомнить прошлое Ваше и свое Но вы понимаете, что удивительно С каждой песней Мне кажется, в зале люди понимали, Что песниры это не только прошлое В течение 10 лет У меня было 10 новых программ Наверное, я не показывал сюда В песне Адолии я показывал В последний раз Потом у меня шли 3 программы обрядовых Потом на курган У меня программа шла Наверное, никто не знает программы Такую на стихе Маяковского у меня была Богдановича программа И последний голос души у меня Была программа Но это серьезная программа Может поэтому у меня Такой не конфликт, могу сказать А несовместимость Потому что это не коммерческие программы Это серьезные программы Но я думаю, что музыканты В моем возрасте И я всегда подхожу к тому Чтобы была поэзия Хорошего вкуса Может поэтому Маяковский Может через всю войну Я брал поэтов всех фронтовиков Чтобы это была программа не конъюнктурная Потому что все на войну На тему войны все пишут А я брал поэтов, которые непосредственно Участвовали в боях Которые пережили эти все Поэтому программа очень хорошо у меня шла И несколько песен стали даже Популярными, возвращения, последние залпы И может поэтому у меня Так не получалось в последние годы Показываться на телевидении Сейчас мы вернулись опять Сейчас время, вы знаете, прекрасно Не только в России, наверное, и Беларуси И в бывшем СНГ нашем Тяжелое время Поэтому я такую, в принципе, не совсем развлекательную Но легкую программу Везу сейчас по Уралу У нас турне проходит 7 дней здесь Поэтому немножко в другом плане У нас все И хотелось, конечно, напомнить людям Песни на протяжении 25 лет Которые у нас были Которые знают, которые любят Французы, англичане Они запрещают на рынок Выносить чисто американскую музыку Даже передачи есть, французские какие-то А мы ее абсолютно У нас рынок сейчас типично американский Понимаете, к сожалению Славянская музыка умирает И я могу В жертву даже себя дать И коллектив Но мы будем петь славянскую песню И будем Чтобы публика знала, что они славяне И чтобы они знали народные наши мелодии Как украинские, белорусские, русские Я думаю, это главная задача Которая стоит передо мной Я Свердловска сам И для меня открытие было Такой белорусский фольклор А может быть, кстати Человек, который пришел со стороны Он по-другому воспринимает Весь фольклор и новую музыку для себя Но эти первые годы Когда начинал заниматься Я пошел по музеям Мы достали старинный инструмент Народный Мы возродили лиру Дудку Дуду У нас в первую очередь были И я возродил именно настоящую Народную песню Мы первые годы вообще фанатировали И так, что ездили в экспедиции У нас самый такой Полесский край Это граница Украины и Белоруссии Мы собирали фольклоры И много очень пели Только чистого фольклора Я не знаю, сколько я еще буду петь Но я подготавливаю ребят Вот три-четыре года ребят работаю И я уже на где-то процентов на 70 Что они становятся уже песнярами Это молодой композитор наш Олег Мовчин И чуть ли не ваш земляк Олег Козлович Из Магнитогорска, кстати Я думаю, для многих это было приятной Неожиданностью Ну я сам Я со Свердловска Но учился в школе начальной Когда это было еще После войны Я тоже Магнитогорский Будем считать То есть Селябинский Да, поэтому я уже стараюсь С прицелом людей брать Которые продолжали мое дело Песняры 25 лет назад И песняры сегодня Это тот ансамбль Который претерпел очень большие изменения Вот какие они были? Ну знаете, я считаю, что Как в футболе Человек отыграл свое Надо менять Потому что, наверное, все-таки Меня закомплексует все это Все, вы понимаете Я уже не мог найти Потому что мне было очень тяжело Работать с людьми уже Теми, которые, знаешь Вот так закрывай глаза Я узнаю, что он может сделать Что он не может сделать Поэтому мне хотелось и для себя даже Набрать хороших новых музыкантов Я разрешил даже ехать Они сомневались еще Оставаться за границей или нет Я просто уговаривал их Чтобы они оставались Чтобы расстаться хорошо с ними И я считаю, что сейчас Новый коллектив у меня Это не пик, я думаю, конечно Но я считаю, что это Достойный коллектив Мы вас давно не видели И было бы интересно узнать Ну, скажем, какие-то основные Вехи, что ли, вот вашего ансамбля За последнее время Какие конкурсы, фестивали, гастроли? Ну, я вот говорил, что В Корее Игорь у нас получил Первую премию Мы были в Корее на гастролях И я первый раз Разрешил солисту нашему Участвовать в конкурсе Он получил первую премию Это радостно И мы вернулись вот недавно Только со Штатов Мы, я второй раз Был на этом фестивале Единство в Ризоне И самое главное, наверное, все-таки Я даже сам себе не позволил Потому что ребята прекрасно И английский язык знают у меня И они сочинили гимн И он является официальным гимном И этого фестиваля Единство Это, наверное, главная, наверное, победа И, конечно, и запись альбома Нашего в Голландии Совместно С Фервой и Филлипс Мы записали наш Гиблия-диск Это, наверное, главное Так что 25 лет Я думаю, что мы, наверное, с какими-то результатами пришли Все-таки, я считаю Утей, дорог, судьбе немало Нужна своя, а не чужая Сын в добрый час Сказала мама Меня в дорогу провозая Я скажу Вот последние у меня ребята Работают по несколько лет Я видел, как люди формировались И шли за мной Поддерживаемые идеи Вначале они приходили Это надо, да мы запросто это сделаем Я говорю, нет, это плохо Это плохо Вот только сейчас, на третий-четвертый год Они начали делать то, что мне нравится И они начинают умолшать до этого И зрелые музыканты Ну, хорошо А скажи, пожалуйста А вот у тебя есть продолжатели, скажем, твоего дела? Вот, скажем, ну вот Что будет за тобой? Ну, это сложный такой вопрос Понимаешь, я еще лет 7-8 назад Решил сделать студию Ну, мне не получилось Потому что ребята приходили у меня Они пели на итальянском, на английском языке Скажите Ну, они не пели даже не по-русски Даже по-белорусски Не пели даже не по-русски И не по-белорусски Что ты видел в студии? Что ты хотел в этой студии? Я хотел продолжение Наше направление Потому что я считаю, что песниры Это не просто клеев, это направление Я тебя хотел спросить Что для тебя песниры? Это направление Направление Направление, которое я и хочу, чтобы оно стало А что? Я тебе скажу Продолжатели у меня остались в коллективе Я набрал новых ребят, сейчас они выросли и на хорошем профессиональном уровне продолжают мое дело. Я знаю, что я уйду, может быть, но у меня есть люди, которые поддержат, которые любят, которые будут заниматься. Одной классической старинной музыки долго не уедешь. Я знаю по себе уже, я прошел всю школу уже. Я знаю, что такое коммерция в этом самом, как и у нас на сцене, и что такое хорошее издавать. Например, у меня была «Ворючая Волога», понимаете, под нее я давал час-двадцать, давал оперы. Понимаете? На что-то примануть, как заманка, как рыбу мы ловим с тобой. Приманка. Понимаешь? И потом можно делать публикой что угодно. Она вошла в тебя, она полюбила тебя. Тогда можно делать что угодно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Из-за ревности неустанной, из-за ревности злой и глухой, Я мог превратить тебя в камень своей волшебной рукой. Я мог превратить тебя в деревьев, я мог превратить тебя в зарево, Но я превратил тебя в птицу, навеки раздавшись с тобой. Пусть если навек не вместе мы, Такую же жизнь хоть раз, Скрылатым будет посместие За ложь обнаженных фраз. Ты была сиреной, я тебе не любим, Я бы простил измену, если бы не любил. Приезжают ко мне капитаны, Летать не устала, Что хочешь стать снова прежней, И хочешь вернуться ко мне. Вернуться ко мне, Русакозою, Вернуться ко мне синей окою, Но я ведь не верю словам твоим, Навеки раздавшись с тобой. Если навек не вместе мы, Такую же жизнь хоть раз, Скрылатым будет посместие За ложь обнаженных фраз. Ты была сиреной, я теперь не любим, Я бы простил измену, если бы не любил. Промчались печальные годы, И однажды ко мне на рассвете Вернулись друзья с охоты И бросили птицу на стол. Нездешнюю птицу и странную, С глубокой кровавою раною, С глазами такими знакомыми, И с перебитым крылом. Вот, наконец, и вместе мы, Так что я так грустно пою, Над убитой крылатой небе стою, Я на коленях стою. Ты была сиреной, я пел твои песни с меня, Тебя не хотел простить я, А кто же простит меня? Я на коленях стою и стихи. Я на коленях стою, Я на коленях стою смею. Я на коленях стою, Я на коленях стою, Так что ты был человек с гибель, Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Вот и все. Я говорю, спой так под Баркевич, чтобы похоже было немножко. А не получалось, получалось все. А ценности для меня они никакой. За 17 лет пение работает, он не открыл ни одной песни. Дайнека не открыл ни одной песни. Я воспринимаю это как рок. Мы очень много получили молодости, счастливых и радостей. И мы не могли воспользоваться ей. Почему вы не могли воспользоваться? Я же вам дал столько много. Понимаешь? Немножко я вас накажу. Мои сознательные годы формирования, в первую очередь, конечно, как и музыканты, как личности, конечно, было в Беларуси. Я не знал, что я попал за границу. Когда я приехал сюда, это 62-й год. И когда я приехал на вокзал, было написано это М и потом И с точкой. И мне было удивительно. Думаю, что это за буква такая? То есть для русского человека мы всегда считали, что Белоруссия, ну, может, есть какой-то диалект Украины, там есть какой-то. Но в Беларуси мы считали, что это Россия. Всегда, то есть для нас, ну, может, мы знали поэзию в переводе, ну, Купалу. Мы знали, голосы знали. Да, мы у себя в Свердловске, в Сибири дали. И вот это направление, я считаю, что это главное. Потому что никто не брал СЗД, да? Потому что смелости ни у кого не хватало делать народную песню. Жизнь. Хорошо, Владимир, что ваш концерт сегодня благотворительный. Мы перед вами преклоняемся. Вам всего лишь, вам всего лишь 25 лет. Вы такие юные и молодые. Еще вам 25 лет блестеть, светить всему белорусскому народу. Спасибо вам. Я не знал, что я попал за границу. Когда я приехал сюда, это 62-й год. И когда я приехал на вокзал, было написано это М и потом И с точкой. Для меня было удивительно. Думаю, что это за буква такая? То есть для русского человека мы всегда считали, что Белоруссия, ну, может, есть какой-то диалект Украины, там есть какой-то. Но в Белоруссии мы считали, что это Россия. Всегда, то есть для нас, ну, может, мы знали поэзию, переводину Купалу. Мы знали, колосы знали, там, у себя в Свердловске, в Сибири Дальней. Но когда узнал, что есть еще фольклор, а я очень занимался русским фольклором, и знал его очень хорошо к этому времени, и меня удивил именно эта мелодичность, эта наивность в тексте, и в то же время мудрость в народной песне, что мне пришлось, я хотел сделать вообще такой, сейчас я уже называю, что это просто гибрид получился бы, русской песни, украинской песни и белорусской песни, и сделаю такой концерт, группу вначале такое. Но я чувствую, что я отхожу от русской песни, ухожу от украинской песни, и я начинаю изучать просто белорусскую песню. То есть я втянулся туда совсем уже. То есть я сюда, и вот первая экспедиция, Толя только приехал еще, то есть пришел в коллектив, и он туда только у нас еще начинал водить машину. И мы поехали, это первая экспедиция, хотя организованная, и, конечно, вдохновлял, конечно, нас в этом отношении Лучинок, когда он услышал, что мы хотим, я хочу живьем послушать народные песни. Что-то, в общем, мы года два, наверное, подряд, или три, мы ездили, вот, Полесье, Туров, Житковичи, все это мы объездили, все, абсолютно все места. То есть мы объездили все на машине. Мы собирали фольклоры, и, вы знаете, конечно, было удивительное время такое. Вдохновлял, конечно, нас Лучинок. Мы года два, наверное, подряд, или три, мы ездили, вот, Полесье, Туров, Житковичи. Даже бывало такое, что нам машины уже более легковые такие не проходили, мы где-то нам давали УАЗик. Леш, вот так вот. Еще раз. Подожди, послушай. Не, это нота. Еще чуть-чуть. Еще раз. Хорошо. Ой, нормально. Первая нота, да ужасно. Все мягким-то нам плачет, плачет. Рыдание идет, рыдание такое. Диалог идет такой. Давай еще. Думай, думай. Ре-мажор. 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 Все. Ре-мажор. Я впервые столкнулся с белорусской глубинкой. И что удивительного, когда мы приходим вечером, днем, и говорят, что вот с работы придут с поля, то приходит женщина. Ну, я думаю, ну, какая-то женщина лет 50-60 где-то ей. Нет, молодая женщина, у нее 7 или 8 детей. Около 30 лет ей, по-моему. Ну, красиво очень в хате убрано. Икона и вышивки. Очень красиво. И они начинают 2-3 голоса петь. Замечательных конкурсов. О, это было, я точно помню прекрасно. Нас объявились, мы просто испугались. Это было в Москве на 4-м северном конкурсе в Театре эстрад. Нас объявили, мы долго не решались выйти на сцену. Потому что мы как раз изменили название. Нам просто все-таки, если будем называться, не ливонами. Хотя я очень жалел. Мы как-то привыкли к этому. Ну, конечно, ливоны и песниры, это очень разные вещи. Потому что ливон все-таки название обязывает более шуточным, ближе к фольклору. А песниры, это более мудрое название определило дальше нашу репертуарную политику. Вы знаете, все-таки музыкальный мир Битлзе перевернули. Будем говорить, в 60-е годы, когда именно они перевернули музыкальный мир. Потому что мир уткнулся, музыкальный мир уткнулся именно легкой музыке, будем говорить. Такой в тупик встал. Джаз был очень сложен. И они взяли вдруг одним моментом, двумя-тремя песнями, расшифровали все абсолютно. И публика сразу воспринялась, первая песня восприняла. И хотя я воспринял их где-то года через два, через три. Потому что для меня было это очень примитивно. А потом где-то после СД, других баллад таких хороших, я воспринял. И эта любовь уже, по-моему, осталась на все годы. Лично я получил для ансамбля 27 приглашений. Начиная от всей Европы, это полиграмм тогда студия пригласила нас, Израиль, Испания, Италия. Прямо сразу они говорят, садитесь на автобус, и мы сразу увозим вас. И только американцы настояли, и мы на следующий год поехали, первое наше турне было. Я скажу, что это были достойные гастроли, и во всяком случае они запомнились всем участникам ансамбля. Песняры очень обязываются. Это великое слово. Это не просто название или торговая марка. Песняры, какие-то песняры, еще. Это образ мышления, образ жизни. Это очень много. Это связано 27 лет в жизни, и, наверное, я очень много отдал для этого. Хотя я не все, конечно, реализовал то, что я хотел, потому что в планах было на многое. Я считаю, что где-то на 50% только реализованы задумки мои, которые были. И я думаю, что в дальнейшем сейчас я чувствую, что начинается какой-то подъем и большой интерес публики. Песня. И. Нет, Леша, ну ноту первую. Леша, вот так вот. Еще раз. Подожди, послушай. Еще раз. И. Нет, нота. Еще. Еще чуть-чуть. Еще, хорошо. То есть мы с ним были как солдаты. Он вел нас. Все мягким, это нам плачет, плачет. Рыдание идет, рыдание такое. Диалог идет какой-то. Давай еще раз. Думай, думай. Толя, ну туда, да, я на панно. Так. Так. КОНЕЦ. Толя, ну туда, да. Девушки отдыхают Он всегда стремился к творчеству, в ущерб своему здоровью, в ущерб своему здоровью, в ущерб высокую жизнь, в ущерб своему здоровью, в ущерб своему здоровью. âu Валтур 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 У меня была вонючая голода, понимаете, под нее я давал час-двадцать, давал опер, понимаете. На что-то примануть, как заманка, как рыбу мы ловим с тобой. Приманка. И потом можно делать публикой что угодно. Валтур 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 Для ансамбля двадцать семь приглашений, начиная от всей Европы – это полиграмм тогда, студия пригласила нас – Израиль, Испания, Италия, прямо сразу они говорят – садитесь на автобус, и мы сразу увозим вас. Вот Владимир Мулявин любуется свитером, связанным дочерью Мариной. Выясняют, чья работа. Как повезет, сюрприз, понимаешь-то. Вот такой сюрприз, понимаешь? Вдохновлял, конечно, нас в этом отношении Лучинок, когда он услышал, что мы хотим, я хочу живьем послушать народные песни. Мы года два, наверное, подряд или три ездили в Полесье, Туров, Житкович. Впервые столкнулся с белорусской глубинкой. И что удивительного, когда мы приходим вечером, днем, и говорят, что вот с работы придут. Молодая женщина, у нее семь или восемь детей. Около тридцати лет ей, по-моему. Красиво очень в хате убрано. Икона и вышивки, очень красиво. И они начинают два-три голоса петь. Два. Вот сейчас только наконец что-то появилось. И ты убрал сейчас опять. Если бы ты давай сяду, покажу тебе, чтобы не трогал ты больше эту аппаратуру. Сухой тэбр, лучше сухой, противный голос. Натурально человеческий голос может быть. Иначе чеш, мы кричим здесь с белугами, у нас ничего нет, но здесь текст пропадает. Ты понимаешь, текст сидишь или нет? Ты не понимаешь. А кто же будет понимать это в зале? Ой, нормально, первая нота, ужасно. Все мягким-то нам плачет, плачет. Рыдание идет, рыдание такое. Диалог идет такой. Давай еще. Думай, думай. Рыдание идет, рыдание идет. Утром, а на той дороже чашуля кула, а на той дороже чашуля кула. Песняры очень обязываются. Это очень великое слово. Это не просто название или торговая марка, а это образ мышления, образ жизни. Это очень много. Я очень одно время устал от популяра. Мне хотелось одиночества. Я устал, честное слово, от криков восторженных, от девочек. Когда я давал автограф, у меня ботинки снимали в это время. Я устал от этого, потому что я творить не мог в это время. Меня захлестывало где-то. Мне это очень мешало. Я хотел покоя и заниматься хорошей, серьезной программой. То, что меня устраивало, то, что во мне это было. Эта песня случайно появилась в абитуале. Она была сделана какому-то юбилею нашего выдающегося поэта-песенника Михаила Матусовского. Мне прислали просто кипу нот на его стихи, именно забытых песен, чтобы мы возобновили какие-то песни. И они предложили Володу, которая мне очень не понравилась. Но я думаю, ну это из всего материала, который пришел, это самая удачная песня. И я за одну ночью ее сделал. И я выпустил ее в филармонию, думаю, я пробирую хотя бы перед колонным залом. И знаете, нас публика сразу не отпускала. Мы никогда не бессировали. Мы бессировали первый раз песню. Мы пошли переодеться уже. Вдруг убегает белый режиссер и говорит, вы что, там вас публика еще ждет. Это прошло минут 4-5 уже. И мы вот так переоделись уже, уже не концертных, без наших национальных костюмов. Мы выше тогда пели ее второй раз. Вот уж это такой был огромаднейший успех у этой песни. Бывали когда-нибудь просто так вот, без музыкальных инструментов, без гастролей, без своего коллектива? Такой странный вопрос вообще, как это бывало? Я родился здесь, без всяких инструментов. И до 17-18 лет я здесь жил просто. Здесь я полюбил музыку, наверное. И это, я считаю, что рождение мое, и зрелый возраст такой, рождение как музыканта, наверное, произошло здесь, в Свердловске. Город, который я очень люблю. И вы знаете, что я вот с каждым годом, я не любил страшный город этот. Я с таким удовольствием покинул его. И вы знаете, с каждым годом я начинаю его больше любить, потому что он изменился страшно. И в лучшую сторону. Что больше изменился или страшно? Больше изменился в лучшую сторону, будем говорить так. Но я как раз вот об этом и спросил. То есть я, конечно, знал, что вы здесь родились, что вы здесь зрели как музыкант, это все, в общем, общеизвестные факты. Но вот с тех пор, как вы уехали, приходилось, доводилось бывать здесь просто так? Нет. Только на гастроли, потому что у меня, в принципе, осталась одна только сестра здесь. Одна? Уралмаш. Уралмаш. Уралмаш, да. Да, мы начинали вместе с ним когда-то. И, в принципе, я у него проходил школу такую музыкальную, когда мы начинали. Когда нас, я помню, 10 человек отчислили за увлечение западной музыкой из музыкального училища. Был такой период тогда. Это вот не было причиной главной вашего отъезда? Нет. Это связано с армией. Я приехал в Белоруссию и там подобил белорусский фольклор и, в принципе, занимался фольклором, изучил его. И вот столько уже, 30 лет занимается этим. Ну вот вы заговорили о белорусском фольклоре. Скажите, вам никогда не было в отец, в рамках белорусского фольклора? Нет, ну, кроме фольклора, я очень много написал программ еще, не только фольклорных. Здесь программа, ну, будем говорить, на стихи Янка Купала. У меня две программы были. Песня о доле оперы. Я не знаю, показывал я Свердловский или нет ее. Программа Маяковского. Может, вы слышали, где-то она была. Через всю войну программа. Это абсолютно разная программа. Стихи Богдановича. И последняя программа, которую я написал в 25-летии нашему, это «Голос души» программа. Она, это, серьезная программа такая. Она завязана у меня была с фольклорным танцевальным коллективом, хорошим, на белорусский, и с каменным хором. Это вообще немножко, даже не эстрада, будем говорить. Это такая очень классическая вещь, будем говорить. Владимир Юрьевич, 25 лет на сцене. Помните, у Пикассо были периоды его творчества, розовый, голубой, еще какие-то там разноцветные. Можно как-то условно поделить периоды вашего творчества, вот это 25-летие, на какие-то периоды? В какой из этих периодов вам чувствовалось лучше всего? Пелось, игралось? Я не могу это сказать, понимаете, потому что, вы знаете, наверное, все-таки с рождением новой программы у меня становился год как новый всегда. И вот последняя программа, я даже, вы знаете, в таком приподнятом настроении, может, сюда я приехал, и сегодня я покажу обязательно фрагменты программы эти. Понимаете, для меня всегда новая работа, это новый период жизни, может, мой. Может, он тяжелый, когда заканчивается программа эта, но я считаю, что это, каким цветом, я не знаю, назвать это можно, но всегда для меня это радость. Но все-таки, если иметь в виду популярность, ну вот не секрет, что, конечно, сегодня популярность не такая, какова была она лет 20 назад, а то и может быть меньше. Вот с этой точки зрения, какой из периодов самый вы оцениваете? Ну, вы знаете, я даже не знаю, я считаю, что вот сейчас бы нас полюдили, и в расстоянии чем публика, я считаю, есть за что. А раньше любили, я не знаю, за что. Ну, как? За Вологду, за народные какие-то песни. Я считаю, что сейчас программу, то есть коллектив добился очень высокого профессионализма, тем более сейчас новый коллектив, у меня совсем, у меня один только человек работает 15 лет, только Игорь Пеня. А так у меня новый коллектив совсем, и я хочу из Светла Чар познакомить с моими новыми музыкантами. В какой степени вы могли бы, ну пусть это в закопорном немножко прозвучит, как Людовик, не помню, под каким номером сказал, что государство это я, в какой степени Мулявин это песниры? Ну, наверное, все-таки я скажу, вы знаете, что это уже не жанр, ансамбль. Это мы, а то же помните, такой Вио был, да, там, фольк-рок. Я считаю, что это все-таки ансамбль уже песниры, это направление музыки, я считаю уже. Итак, критики говорили музыкальные наши друзья, будем говорить в кавычках. Что это направление ансамбля, вот поэтому это главная задача я свою выполнил. И это, конечно, и фольк-клор, и белорусский язык, белорусская поэзия, и все-таки наша хорошая поэтическая классика. И все-таки Белоруссия, то, что это была, то есть то, что Белоруссия стала вашей, так сказать, музыкальной родиной, что ли, это достаточно случайно получилось? Наверное, нет. Потому что, вы знаете, вот в те годы, я, когда уехал в Минск, меня, сейчас говорят, забрали в армию, будем говорить, тогда забирали в армию. Меня арестовали, вместе мы работали, помни, такой, ну, сейчас тоже популярный певец, такой Юра Антонов, да, он играл на аккордеоне у меня в ансамбле. Раньше, ну, тогда еще не песниры были, нас арестовали в Туле, и забрали в армию вместе. И я не могу сказать, что родина стала у меня, все-таки рождение как музыканта у меня началось здесь, именно все жило. Ну, известность, что ли, вы приобрели все-таки, работая с музыкой белорусской, с белорусским фольклером. А вы знаете, это все-таки, я считаю, что это и одна из славянских музыок, которая сохранила чисто славянскую музыку, она незаезженная. Для меня это новый класс был музыки, и мне было очень интересно это делать. Это экспедиции в наши такие отдаленные районы, в самый старинный славянский город Туров такой, в Полесье, все это. Мне было интересно просто. Я вот сейчас не знаю, куда вот из Свердловска поехать, чтобы собрать фольклеры. Это куда-нибудь в Дальнюю Сибирь уехать собирать фольклеры, и то песни соберешь такие. У нас есть такие районы, где песни сохраняются и поют, и я с удовольствием это делаю. Но все-таки это была такая счастливая случайность, счастливое совпадение, что так все хорошо совпало, да? Я думаю, что случайно ничего не может быть. Я думаю, что мы пришли к этому. Я не настаиваю, конечно. Я хотел просто вас спросить о том, что если бы вам пришлось выбирать сейчас между какой-то, ну, в череде каких-то музыкальных традиций, вот уже совершенно сознательно, вот разные музыки какие-то, разные музыкальные традиции, разные национальные музыкальные традиции, какая бы еще музыкальная традиция могла бы это быть, кроме белорусской? Ну, знаете, что я занимался первым, вначале занимался русским фольклором, но я не нашел слушателей здесь. Ну, скажите, вот Эргейли сейчас ансамбль у нас, это русский фольклор, они поют. Ну, какая из русских песен стала популярная цифра? Они просто шлягер пели, хороший шлягер, очень профессиональный коллектив, мы сейчас приехали только из Челябинска и встречались с коллективом, но русской песни ни одной не стало. Они не родили песню русскую, хотя они старались, и главная, наверное, задача была их сделать именно по мобилизации народно-русской песни. А какая стала? Назовите мне песню. А у меня, вот скажу честно, у нас Косив Яська Нюшину стала популярная песня, там другие, Купаленко, В поле верба, они стали популярны, их начал петь Союз на белорусском языке, я думаю, что это главная задача наша была. Тем не менее, какая еще музыка вам интересна? Какой робот? Ну, вы знаете, все-таки я, начиная, я люблю классику еще. Классику, и мы последняя программа, поэтому я ударился в нее, это скамерный хор, все такие программы серьезные. И, наверное, джаз. Сейчас у меня последние музыканты, конечно, очень такие джазовые, наверное, послушайте. И все-таки сейчас по-настоящему, у меня, наверное, фольк-рок по-настоящему сейчас уже родился, то, что задумывал раньше, я не мог раньше это сделать, но сейчас уже появляется уже течение такое. Вот у нас сейчас как-то принято устанавливать такие наследственные связи, что ли, прослеживать наследственные отношения в музыке. Вот вы заговорили об Антонове, сейчас принято называть Антонова, как там, отцом отечественной попсы, Градского называют дедушкой русского рока. Наверное, в какой-то степени иногда и вы можете услышать о том, что Мулявин это, наверное, там, или отец, или дедушка какой-то музыкальной... Это, наверное, не так уж и обидно, хотя я не знаю, не обидно, но, тем не менее, это как бы означает, что уже все в прошлом. Вот вы об этом не думали, Николай? Вы знаете, я, к сожалению, понимаете, у вот этой серьезной программы моей немножко не было интереса телевидения, журналистов. Хотя у меня последние гастроли в Штатах, когда отзывались о самом таком профессиональном коллективе, у меня, например, предложили в Германии заключить двухгодичный контракт, чтобы мы пели только немецкий фольклор. А немцы очень так относятся к своему фольклору, сейчас они объединяются, мы наоборот разрываемся, понимаете. Они любят, и они предложили мне сделать фольклорную программу, понимаете, и на два года контракт заключить, не с заездом в Белоруссию даже, понимаете, я не согласился, вот, ну, не знаю, я перееду сейчас в Голландию через Германию, сейчас я в декабрь месяце поеду, но, может быть, придется все-таки это сделать. Но это было возможно, чтобы, сказали бы, исполнять немецкий фольклор? Да. То есть вы так не привязаны сильно все-таки к белорусской теме? Ну, знаете, ну, я думаю, что для творчества это интересно, потому что это другой фольклор совсем, и сделать это чисто профессионально, понимаете, я считаю, что это большая задача, и сделать так, чтобы немцам даже, чтобы они были удивлены как белорусским фольклорам, я думаю, что, считаю, с такой задачей мы справились, и вот я сделал несколько вещей пока, и они были в восторге, вот, мы уже сколько, три раза уже были сейчас, в этом году в Германии, записали последний диск в Голландии вместе с Фирой и Филипс, и они очень довольны остались. И, кстати, у нас, мы очень такой творческий такой взлет у нас был, мы сейчас были, я в прошлом году сам один был, в Аризоне проходит, в Штатах проходит фестиваль единства, мировой такой, да, и мы написали гимн, и он считается официальным гимном этого фестивала на английском языке. Это ежегодный фестиваль? Это ежегодный, который будет на протяжении 10 лет. Так, что мы каждый июнь месяц будем приезжать в Аризонт, отдыхать и проработать. На каком языке? На английском? На английском. А текст чей? Мы взяли какую-то классику, мне прислали текст, и ребята написали. У меня ребята снимают очень хорошо английский язык, хотя не совсем в совершенстве говорят, но они могут... Музыканты, конечно, слух. Владимир Георгиевич, скажите, пожалуйста, чем сейчас занимаются самые старые песниры? Несевич, Барткевич? Ну, сейчас очень тяжело сейчас об этом говорить. Ну, во-первых, у меня не везет, а может, везет даже. У меня четыре человека из первого ансамбля находятся в Штатах. И Леонид Барткевич, и Толя Кашипаров. Они поют, но занимаются, конечно, бизнесом. И последний состав, в котором я приехал сюда, и Володя Беляев, и гитарист у меня прекрасный был, один из ведущих в нашем союзе гитаристов, Ростопчин, он тоже в Штатах. И Леонид Ашко, с которым мы служили, и три года мы спали в одной казаре, понимаете, он уехал в Израиль. Ну, они хотя бы успешные бизнесмены? Может быть. Ну, если человек покупает за миллион долларов себе авторемонтную какую-то стацию, то ли автолюбитель большой очень, то ли, значит, я думаю, что он живет неплохо. То ли это... Шипара. Шипара, да. Ну, все помнят Володу. Да. Так что, наверное, он удачливый бизнесмен. Может быть, но у него в крови это все было. Какой из музыкантов, может быть, не нашего времени даже, не нашего местоположения, что ли, мог бы стать хорошим, приличным песниром? Кого бы вы взяли в свою компанию? Есть столько музыкантов. Мирополь Маккарти. Наверное. Вы не знакомились с ним? Я вот... Мы встречались... Это было... Мы познакомились тогда с Харрисоном. Как раз и Поль Маккартни был, и на фестивале в Каннах. Мы познакомились. Я вот последний альбом сейчас отправил им. И моя любимая группа, это Чикаго, конечно. Я отправил их на наш альбом, как сувенирные такие. Интересно, как бы он на предложение наше ответил. Если бы такой фантастический проект мог бы осуществиться. Ну, я не знаю, что бы с этого получилось, потому что он сейчас отдельно работает. И прекрасно, конечно. Ну, я считаю, что все-таки в ансамбле... Жаль, что вы не слышали последний ансамбль. Сейчас, я думаю, это вы, наверное, узнаете ребят, которые, я считаю, достойны ребят такого мирового уровня. И вот я мальчика взял сейчас Козловича Олега. Он с Бреста сам, хотя он магитогорский, тоже уралец. Да, он прекрасно сочиняет, и его группа поет, и Киркоров его песни поет, и Нана его поет. А я даже не знал об этом. Он все сочиняет, вы сегодня услышите его. Я считаю, что это такое, наши звездочки маленькие. Тоже сураль. Да. Он уралецкий, самый талантливый, я считаю. Не о себе говорю. Достаточно имена несколько перечислить, несколько имен. Пресняковый, Толкачев, Трошин, Чикасин. Все знают. Владимир Георгиевич, мне всегда казалось, что вы немножко экономите на своем голосе. Это так или это обманчивое впечатление? Экономите не в смысле, что когда поете, то тогда экономите, а что редко просто это делаете. Нет, почему? Всегда у меня полная нагрузка. Вначале вообще я пел один. У нас вокалистов не было, я один пел абсолютно. Сегодня, конечно, я хочу, все-таки, вы знаете, где может открыться, то есть по-настоящему, и композитор, и певец, и я думаю, что я даю возможность ребятам, и я стараюсь, чтобы они пели больше, и сочиняю. Я вот несколько песен, вещей пять, шесть, спою, программе больше. Мне просто приятно их слушать. Надо же так? Да. Скажите, пожалуйста, почему у вас практически не бывает в светских хрониках, ни в каких-то? Просто не упоминается, как будто ничего не происходит. Ну, вы знаете, меня немножко пугает слово сейчас, когда говорят «господа», светская хроника. Я такой, знаете, из природы таких простых людей абсолютно. Мама у меня очень простая женщина была, и сестра такая же. Может быть, поэтому я не стал совсем светским человеком. Может, мои дети будут. Он считает себя уже светским человеком. Он английским говорит, он из-за границы бывает уже все. Я хочу, может быть, отдам его в колледж куда-то, в Нью-Йорке или в Шантон. А чем он занимается? Немножко музыкой. Ну, главное занятие у него, конечно, баскетбол. Для него самые люди, это все баскетболисты, которые знают. Рост позволяет? Да. Рост позволяет? Наверное, да. То есть высокого роста? Высокого роста, хороший. На 12 лет еще мальчик совсем. Но любит баскетбол. Папа, наконец-то, отдай мне баскетбол. Хочу и все. Не надо этой музыкой заниматься. Мне не терпеть, не может музыку. Я только баскетбол. Но придется отдавать? Наверное, да. Скажите, пожалуйста, что сейчас вообще в музыке, в современной, я имею в виду популярную музыку, вам нравится или наоборот вы активно не принимаете? Да я всю музыку люблю. Я считаю, что коллективы должны быть разные. Я против непрофессиональных коллективов и против бескусицы. Вот, наверное, что меня пугает, сейчас 50-60 процентов у нас бескусицы идет. Даже хорошие группы какие-то есть, ну, по текстам, по мелодикам, эти три функции заезженные, понимаете, которые меня просто пугают уже. Ну, как вам нравится? Спрос раньше был другой музыкальный. Я вот вспоминаю песню «Адолю», когда мы приехали в Куйбышев, и ко мне приходят солидные люди, говорят, Володя, только не надо эту оперу давать. Они не слышали ее. И после первого концерта мне пришли, говорят, Володя, только оперу давай. Понимаете? Это я чувствую публике рост какой-то. А сейчас абсолютно публика в этом деле не разбирается. Ну, может быть, такое время. Она не хочет задумываться ни о чем. Потому что она думает о другом на концерте. И главная, наверное, задача моя сейчас на републике, чтобы она немножко хотя бы отдохнула и сняла какие-то заботы. Значит, вы все-таки несколько меняете свои концерты? Может быть, а это со временем приходит. Я думаю, сейчас не осмелюсь показать программу «Через всю войну» или на стихе Маяковского, программу «Магдановича». Я не осмелюсь просто, потому что я знаю, как на людей давит наше время на них. Понимаете? Поэтому у меня такая и рета-программа, и такая облегченная программа. Ну, если у вас какая-то, ну, не знаю, надежда, это не назовешь, как вам кажется? Это вообще может измениться через какое-то время? Вот это безвкусие, безвкусие. Конечно, обязательно. Я думаю, сейчас мы не в самый лучший период живем, который есть у нас в Белоруссии. И тем более, я думаю, что именно в Белоруссии ощущение тяжести есть, потому что мы немножко не второсорта такой республикой. Но я считаю, что нам намного тяжелее, чем в России живут люди. Поэтому это чувствуется всегда. Вы много выступаете в Белоруссии? Да. В основном мы редко выезжаем в Россию. В основном это в Белоруссию. Но у вас есть ощущение, что вас все-таки на родине понимают и принимают лучше, чем нежели за рубежом? Нет. Я считаю, что самые лучшие приемы у нас были за границей. Вот Штаты. Потому что там он более высоко оценивает профессионализм наш. Может, поэтому. И не важно, что вы поете. Абсолютно, абсолютно. Они говорили, говорит, Белоруссия не будет это на английском языке. Спортите свой фольклор, свои народные песни, славянскую музыку, и мы поем ее. Белоруссия не будет. Спасибо. Ну ладно, не страшно. Раз, два, три, один, два, три, два. Самое интересное, что вот новое, гелоруссия очень хорошо. Точно, правда. Ну ладно. Я вообще, оба-что степи делали? Отключаем с гудить. И бери его к еде немножко. Самоорганизация ансамбля. У нас были в репертуаре песни именно гражданского звучания. Это были первые песни «Хады», «Трубачи», «Темная ночь» Богословского. Потом шли баллады на стихи Хулешова, баллада «Четырехоложников», «Комсомольский гилет». И сейчас мы подготовили эту серьезную программу. Было написано около 50 песен, но в программе только вы слышите 15. Эта программа выставлена на конкурс, посвященный 40-летию победы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Честь моя, это все, что имею, Я ее ни за что не продам. Как пришел, так уйду вместе с нею, Боже мой, как смешно это вам. Сожалею, мадам, сожалею, Честь имею, честь имею, И в бою, и на Перу. Честь имею, только с нею, И живу я и умру. Честь имею, честь имею, И в бою, и на Перу. Честь имею, только с нею, И живу я и умру. В этом мире, что сходит с ума, Где о чести постыдно забыли. Честь мужчин выбирает сама, Вы таких никогда не любили. Честь имею, честь имею, И в бою, и на Перу. Честь имею, только с нею, И живу я и умру. Честь имею, честь имею, И в бою, и на Перу. Честь имею, только с нею, И живу я и умру. Честь имею, и на Перу. Честь имею, только с нею, И в бою, и на Перу. Честь имею, только с нею, И живу я и умру. Честь Вот Влад остался у меня Мисеевич, мы работаем с ним больше уже. Мы будем по порядку говорить. Это 69-й год, это начало образования коллектива. Это не начало, а это первая сдача программы. Перед этим, конечно, год-два такой плотной, хорошей работы и поиски творческого пути, в первую очередь, конечно. Первый ансамбль, ну, именно на котором мы официально выступили на Всесоюзном конкурсе артистов эстрады, когда нас впервые объявили песнирами, до этого мы были ливонами. Было, как всегда, мы держим состав 8 человек. Из солистов, из тех остался только Влад Мисеевич, ребята были Владислава, этот самый Александр Демешко был тогда в это время, Валера Яшкин, мой брат Валерий Мулявин, басист Эдуард Тушко. Я не могу по порядку сразу вспомнить, поэтому мне надо немножко задуматься. Это основные такие ребята, которые постоянно и много лет работали, в течение 10-12 лет работали. Вот это немножко у нас добавили мы солиста, в 71-м году пришел Леонид Барткевич, потому что локальная группа у нас, мы работали только номерами тогда, но мы все-таки надеялись, что мы все-таки можем показать себя в полном сонном концерте. И пришлось взять нам очень такого приличного солиста, Леонид Барткевича. И через год, через два пришел Анатолий Кашипаров. И с этого времени вот мы проработали в течение, наверное, 8-9 лет вместе. А вы же не белорусский поход, Женя? Нет. Нет, но я жил уже 30 лет в Беларуси. Нет, ну вот, то, что вы задумали створить, вот этот клейк, который будался и будился до этой поры на фольклоры белорусским. Как это? Откуда у вас это народилось? Ну, вы знаете, наверное, все-таки для меня была новизна, когда я приехал сюда из Свердловска, для меня новизна народной песни была. Потому что я занимался фольклором, русским фольклором занимался, вообще фольклором занимался. Для меня было очень абсолютно новое, это было открытие для меня. И я очень полюбил белорусский фольклор. Каждая фраза, она очень оригинальна абсолютно, и как-то задумана абсолютно, по-другому была. И для меня было новое, и я... Просто для меня было очень интересно творческо работать на каждой белорусской песне. Я в сборниках у всех и купался просто, и экспедиции эти. И я очень полюбил народные песни. Что значит для вас сегодняшний концерт? Сегодняшний концерт для нас это... Как всегда, любая программа, я считаю, что это лестница определенная. Это не трамплин, можем считать, но это, как показы лестницы, мы поднимаемся вверх. Я так думаю всегда. А сегодня мы просто подытоживаем свою работу и ставим такую хорошую жирную черту, чтобы оглядеться, посмотреть на все, одуматься и все-таки решить, что нам дальше делать. Хотя уже есть какие-то задумки, я думаю, все равно мы не отойдем от них. Пусть мы пойдем на какие-то компромиссы и с публикой, может быть, но мы не делаем то, что мы любим. Давайте закоммутируем в хору, чтобы отца войны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Белый аист летит! Белый аист летит, над белесым болесьем летит, Белорусский мотив. Белорусский мотив, в песне вереска, в песне ракит. Все земля, в песне вереска, в песне вереска, в песне ракит. Белорусская субтитры Алексею Дубровскому! Белоруссия, Песни партизан Сосны до туман. Песни партизан, Моя царя, Молодость моя, Белоруссия. Молодость моя, Белоруссия, Песни партизан Сосны до туман. Песни партизан, Моя царя, Молодость моя, Белоруссия. Молодость моя, Белоруссия. Молодость моя, Белоруссия. Молодость моя, Белоруссия. Белоруссия. Молодость моя, Белоруссия.